Уважаемые коллеги, хотела бы еще добавить к предыдущим докладам, что на мой взгляд, такой очевидной особенностью использования контрастов при ультразвуковом исследовании, что мы видим, как поступает контраст в режиме реального времени. Если наши коллеги видят серию снимков и анализируют, то мы можем воочию видеть, как происходит контрастирование, как ускорализируется патологический очаг. Ну и давайте продолжим разговаривать о контрастном усиленном ультразвуковом исследовании, но уже в аспекте диагностики образований молочной железы. В связи с этим мы сейчас уже можем с вами разделить методы визуализации молочной железы на нативные, то есть те, которые не используют контрастные вещества. Это цифровая маммография, это ультразвуковой B-режим, это сонная эластография и контрастные, к которым можно отнести уже зарекомендовавшую себя, подтвердившую свою высокую эффективность магнитно-резонансную томографию. И две новые технологии, это контрастно-спектральная маммография и контрастные УЗИ. Данные технологии требуют, конечно, определения информативности, понять, как они могут использоваться в диагностике. Их место в общем диагностическом алгоритме. Итак, как уже было сказано, что микропузырьковые контрастные вещества, микропузырьки являются строго внутрисосудистыми и не выходят за пределы сосудистой стенки и не попадают внутриклеточное пространство. Соответственно, они позволяют нам оценивать гемодинамику образования, то есть ток крови по сосудам. Позволяет нам оценивать воскоррелизацию, неовоскоррелизацию, появление новых патологических сосудов. И на мой взгляд, что является приоритетом эхоконтрастирования, позволяет оценивать ангиоархитектонику, то есть строение сосудистого русла образования. На этом слайде, если можно выключить свет, чтобы более контрастная была. На данном слайде одно и то же образование, то есть это фиброаденома, которая контрастировалась с помощью контрастно-усиленного ультразвукового исследования МРТ и контрастной мемографии. Все эти методы позволяют нам увидеть, что данное образование воскоррелизировано, там есть сосуды. Но отличие, первое отличие, это то, что контрастная мемография не позволяет нам оценить динамику контрастирования. То есть мы не можем с вами сделать ТИК-анализ, то есть не можем построить кинетические кривые, что возможно при контрастном ультразвуковом исследовании и магнитно-резонансной томографии. Ну и опять же, все эти методы показывают нам, что это образование воскоррелизировано. И в дополнении к этому контрастное ультразвуковое исследование визуализирует сосуды, вот этот внутренний слепок сосудов. Мы видим правильное распределение сосудистого русла в образовании и правильное дихотомическое отделение сосудов. То есть раньше мы использовали для оценки воскоррелизации доплеровские методики, то есть контраст в ультразвуке конкурирует с доплером. Вот одно и то же образование. Мы с помощью доплера визуализируем только несколько сосудов, достаточно крупные сосуды. При использовании их контрастирования мы видим, что сосудов гораздо больше. Соответственно, доплер позволяет нам увидеть сосуды не менее 100 микрон, а эхоконтрасты сосуды от 20 до 40 микрон. То есть микрососудистое русло. Соответственно, эффективность контрастного усиленного ультразвукового исследования в разы превышает доплеровское кортирование. Согласно Европейской организации визуализации молочной железы, в 2018 году на Конгрессе были анонсированы показания к применению их контрастов для диагностики образования молочной железы. К ним относится дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных образований. Обнаружение дифференциальной диагностики и навигации при биопсии non-mass breast lesion – это термин из магнитно-резонансной томографии. Если дословно его перевести, то это образование не имеющих вид узла. То есть наши коллеги магнитно-резонансной томографии называют это зоной контрастирования. Особенность является то, что эти зоны хорошо определяются с помощью МРТ. На маммографическом исследовании они могут отображаться как участки скопления микрокальцинатов, но на ультразвуковом исследовании они видны достаточно плохо. И вот когда мы вводим контраст, он позволяет нам лучше визуализировать эту зону, а соответственно и провести биопсии под ультразвуковой навигацией. Как мы с вами понимаем, в онкологической практике мы все должны подтверждать. Мы должны делать гистологическое исследование. И если мы не видим цель, соответственно, мы не знаем, откуда брать материал. Предсказательная информация о молекулярном потепе ракомолочной железы путем корреляции с гемодинамическими показателями контрастно усиленного ультразвукового исследования. Проведено много работ, которые показывают, что различные молекулярные потепы, их четыре, имеют разные гемодинамические показатели. Соответственно, мы можем предполагать не только, что это доброкачественное и злокачественное образование, можем предположить, какой молекулярный потеп. Предоперационная маркировка сигнальных лимфатических узлов – это тоже достаточно перспективное направление. Сегодня у нас будет короткое сообщение в конце именно о методике маркировки сигнальных лимфатических узлов и оценка эффективности неодевантного лечения ракомолочной железы. Критерии оценки, которые мы используем – это паттерны контрастного усиления, визуальная оценка, мы смотрим, как контрастируется образование. И теканализ – абсолютно аналогия с магнитно-резонансной томографией. Интерпретация результатов, опять же, следуя рекомендациям двух самых главных европейских сообществ – ЕУСОБИ и ЕВСУМП, Александр Александрович уже упомянул, мы с помощью контрастирования оцениваем степень усиления зоны интереса по сравнению с окружающими тканями. Соответственно, мы с вами определяем, какое это образование – изоконтрастное, гипо-гипер- или аконтрастное. Как оно накапливает контраст? Гомогенно или гетерогенно? Центропитально или центрифугально? Также обязательно оцениваем наличие зон нарушения перфузии в образовании. Мы можем назвать их оконтрастных зон еще. Наличие радиальных, пенетрирующих, проникающих сосудов как раз они отражают инвазивный характер образования. Ну и в режиме контрастной гармоники также нужно оценивать контур, форму и размер образования в сравнении с B-режимом. На основании этих признаков были определены характеристики злокачественных образований, к ним относятся, то есть злокачественные образования чаще имеют гетерогенное или периферическое усиление, зона усиления неправильной формы с нечеткими контурами, зона усиления превышающей размеры в B-режиме, центропитальное усиление, пенетрирующие сосуды и дефекты перфузии и ранее интенсивное контрастное усиление и быстрое вымывание. Это характеризует как раз третий тип кинетической кривой, то есть опухоль быстро накапливает контраст и быстро вымывает. Наши коллеги из Китая в 2014 году опубликовали классификацию паттернов контрастирования с коринг систем, которая насчитывает 5 паттернов. Первые 3 являются доброкачественными, 4-й, 5-й злокачественные. Первый характеризуется образование контрастное, не накапливает контрастное вещество. Второй паттерн – это изоихогенное образование, то есть оно контрастируется так же, как окружающая ткань. Третье образование имеет гомогенное контрастирование, четкий контур и размер в режиме контраста равен размеру в B-режиме. Четвертый тип – то же самое, но они описывают такой симптом, как край по типу клешни краба. То есть вот такие будут участки. И пятый – это гиперконтрастное образование с гомогенным, гетерогенным контрастированием, с нечетким контуром, ну и опять же наличие вот этого симптома клешни краба. Соответственно, на основании разработанной классификации был сделан вывод, что характеристики доброкачественных и злокачественных образований в режиме CEOS различны, и, соответственно, применение пятибальной системы оценки является клинически перспективным. В нашем институте, вне онкологии Петрова, была разработана классификация, но мы основывались уже на данных ангиоархитектоники. Вот как раз, когда мы получали изображение сосудистого русла ангиоархитектоники, то есть мы соотносили их с гистологическим результатом. И у нас получилось тоже пять паттернов. Первый – кольцевидный, когда микропузырьки определяются только по капсуле образования, очень хорошо дифференцировать солидный и кистозное образование сложное, когда кистозное густое содержимое. Кольцевидный с пристеночным компонентом, опять же, сложная киста, когда на фоне густого содержимого мы четко не можем понять, есть ли там пристеночное папиллярное разрастание или нет. Наличие контраста внутри дает нам сразу информацию, что это цистоденопопилома, а возможно и рак в кисти. Древовидный паттерн характеризует доброкачественное солидное образование и характеризуется абсолютно нормальной ангиоархитектоникой, то есть равномерное распределение и правильное дихотомическое деление сосудов. А вот следующий паттерн – спиралевидный. Несмотря на свой четкий контур, он показывает патологически извитые сосуды и множественные зоны нарушения перфузии, а контрастные зоны. То есть несмотря на четкий контур, очень часто размеры совпадают, что в режиме контрастирования, что в режиме В-режиме, но нарушение ангиоархитектоники характеризует злокачественный процесс, и он чаще всего наблюдался при таких формах ракомолочной железы, как медулярная, муцинозная, метапластическая карцинома и саркомомолочной железы. Ну и пятый характерный такой паттерн, да, спекулообразный, когда по периферии мы видим вот такие вот множественные сосуды. И обратите внимание, что насколько размер в режиме контрастирования превышает размер В-режиме. Ну вот даже на глаз видно, что раза в три больше. И мы видим с вами вот эту зону инвазии вокруг. Вот это, кстати, да, вот когда картинка становится ярче, это как раз режим МТА, о котором говорил Александр Александрович. Вот именно он и позволяет нам увидеть ангиоархитектонику. Тиканализ, да, аналогия с МРТ. МРТ, первый тип кинетической кривой характеризует, что образование постоянно накапливает контраст, удерживает себе. Третий тип кинетической кривой активное поступление контраста в зону интереса и быстрое вымывание. Ну, я хочу сказать, что тиканализ используется в основном для поверхностных органов. Это молочная железа, Екатерина Викторовна расскажет про щитовидную железу, лимфоузлы. Для печени в основном информацию получаем визуальную картинку, а тиканализ используется только, когда идет оценка эффективности лечения. Да, вот количественный анализ, который нам доступен при получении кинетической кривой. Мы можем, то есть вот по этой оси у нас усиление эхосигнала, по этой оси у нас время. Соответственно, мы можем пиковую интенсивность, да, пиковая интенсивность, это термин из МРТ, я думаю, что для нас более подходит пиковое усиление. Пиковое усиление можем оценить, да, в процентах. И время пикового усиления в англоязычной литературе, там time to peak, да, мы тоже можем понять, да, вот, то есть расстояние от нуля до самой максимальной точки контрастирования. Итак, для чего мы используем, да, место, где же мы будем применять контрастные препараты для диагностики молочной железы. Вот я хочу подчеркнуть дифференциальная диагностика унифокальных изменений. Вот это ограничение сразу. Мы четко, вот, если у нас есть зона интереса, если мы не можем определиться, и у нас есть один очаг. Здесь, конечно, ультразвук имеет приоритеты, но при мультифокальном, мультицентричном распространении, конечно, приоритеты магнитно-резонансная томография, потому что мы можем глобально увидеть молочные железы, мы можем посмотреть соотношение узлов, их количество, поэтому здесь, но поверьте, унифокальных образований молочной железы достаточное количество, поэтому сфера применения контрастирования достаточно широка. Клинические примеры образования, обратите внимание, что маленькие размеры, меньше сантиметра, образование с эхоплотным внутренним компонентом. в режиме доплера сосудов мы не видим, в режиме эластографии пограничный эластотип третий, то есть сложно понять, то ли это густое содержимое, то ли это популярное, какое-то пристеночное образование. Мы вводим контрастное вещество, и буквально на второй сразу же секунде видим, как этот эхоплотный компонент накапливает контрастное вещество. Значит, это солидное пристеночное образование. То есть это образование из байратс-3 перешло у нас сразу в байратс-4. Я выполнила трепан-биопсию, и, к счастью, мы получили цистаденопопилону. Эта пациентка потом какое-то время наблюдалась, совсем недавно образование было удалено с помощью вакуумно-эспирационной биопсии. То есть еще использование эхоконтрастов для образований категории байратс-3 для перевода его либо в байратс-2, либо в байратс-4. Это аналогичная ситуация, кистозное образование, эхоплотный компонент, кровотока нет, но достаточно жесткая структура, но очень маленькая, опять же, 7-8 мм. Вводим контрастное вещество и видим абсолютно оконтрастную зону. То есть микропузырьки у нас контрастируют только капсулообразование. Сложная киста. И мы переводим из байратс-3 в байратс-2 и оставляем пациентку под наблюдением. Сложная киста. Клинические случаи. Мы видим образование. Даже можно характеризовать, что оно имеет капсулу. Здесь вот единственная такая, есть размытость контура. Включаем доплер. Гиперваскулярное образование. Сразу добавляет нам как бы пищу для размышления. Включаем эластографию. Образование достаточно жесткое. Картируется синим эластотипом. Ой, перескочила. Четвертый коэффициент жесткости 4. Вводим контраст и видим абсолютно равномерное контрастирование. Вот режим МТА. И мы видим дихотомическое отделение сосудов, древовидный паттерн, биопсия. Все равно биопсия, потому что мы подтверждали все сложные случаи. Потому что мы только изучали контрастное вещество. Контрастный ультразвук. Это аденома. И вот сразу вам след. Похожая ситуация. Это уже другое образование. Также можно сделать вывод, что здесь похоже на наличие капсулы. Также небольшой размытый контур. Гиперваскулярное образование. Достаточно жесткое, но с центральной зоной, эластичной центральной зоны. Вводим контраст и видим принципиально другое контрастирование. Мы видим вот этот спиралевидный паттерн. Мы видим нарушение ангиоархитектоники образования. А то здесь совершенно патологически извитые сосуды. Третий тип кинетической кривой. Трепан биопсия. Нейроэндокринный рак молочной железы. На маммограмме определялось образование, которое было интерпретировано как фиброденома. Но действительно достаточно четкий контур. Единственное, можно придраться к этой тежистости. При ультразвуке тоже видим четкий контур. Кистозное включение. Гиперваскулярный кровоток. Уже у нас крайне подозрительная картина. И высокие показатели жесткости. Вводим контрастное вещество. Гиперваскулярное образование. Вот такие спирали. Участки нарушения перфузии. И в центре, и по периферии. И вот даже такие зигзагообразные какие-то сосуды. Третий тип кинетический кривой. Инвазивный, не специфицированный протоковый рак. Лиминальный апатит. Ограничение методики. Мы не только хвалим контрастный ультразвук. Но нам нужно и понимать границы, в которых мы находимся. Значит, ограничение. До сих пор метод не является широко доступным. Потому что, опять же, должен быть аппарат экспертного класса. Мы должны иметь опцию, либо активировать ее, если она не активирована. На данный момент отсутствие микропузырьковых веществ в Российской Федерации. Но вот в конце конференции будет представитель фирмы. И мы у него спросим, какие перспективы, когда ждать. Просто я не хотела голословно рассказывать вам, что будет. Я думаю, что правильно, если это сделают представители фирмы, которые представляются на ВЮН в России. Нет стандартизированного подхода к интерпретации данных. Разное оборудование. У всех разные картинки. Потому что я поработала на разных марках. И вижу, что, конечно, нужно и привыкать. И по-разному немножко под разным углом смотреть. Программное обеспечение для ТИК-анализа. Вот не зря Екатерина Викторовна спросила. Потому что на одних сканерах так он считается, на других по-другому. То есть, конечно, хотелось какую-то общую программу для всех, где можно было это стандартизировано все обсчитывать. Нет общего представления о методике исследования. Доза. Какая доза в каких случаях используется. Кстати, для молочной железы по европейским рекомендациям нужно использовать целый флакон. Мы использовали половину. Но вы видите, что достаточно понятная картинка получалась. То есть, опять же, используя наш опыт, я могу сказать, что полфлакона для молочной железы достаточно. И недостаток отсутствия обучающих курсов. Ну, соответственно, недостаток опыта. Перспективы. Почему он перспективный? Потому что отсутствует лучевая нагрузка. Ну, это вообще ультразвук. Да, это наша с вами козырная карта. Легко выполнимый. Действительно, не требует больших временных затрат. Это плюс 10 минут к исследованию, если пациент пришел уже с венозным катетером. И хорошо переносимый метод мы вводили пациентам, которые находятся на гемодиализе. Мы вводили пациентам таким серьезным аллергикам. То есть, на самом деле, такая палочка-выручалочка, когда невозможно провести другие контрастные методы. Мы использовали ультразвук. Хорошее соотношение цена и качество тоже поставило знаки вопроса, потому что это будет зависеть от ценовой политики нового зарегистрированного контраста. Потому что априори ультразвук, ультразвуковой, контрастно усиленное ультразвуковое исследование должно стоить дешевле, чем наши тяжелые коллеги, я имею в виду КТ и МРТ. Ну и в заключение хочу сказать, как мы в НИИ онкологии Петрова применяем микропузырьки для диагностики образования молочной железы. Это экспертная дифференциальная диагностика унифокальных образований, еще раз подчеркну, унифокальных категории Байратс-3. Диагностика, соответственно, это диагностика впервые выявленных фиброденом, кист с густым содержимым участков аденоза. Дифференциальная диагностика реактивных изменений ткани молочной железы и рецидива. Это послеоперационные изменения, когда пациентки приходят, их очень сложно отличить. Фиброз, гранулемы, организованные лимфокисты, то есть такой достаточно сложный алгоритм диагностики. Предоперационная маркировка сигнальных лимфатических узлов. Как я сказала, дальше будет короткое сообщение еще по этой методике. Ну и оценка эффективности неодевантной химиотерапии пока в рамках научного исследования. Спасибо за внимание. Продолжение следует...